Судья ушел, но обещал вернуться, а Грушной админсуд Киева перенес заседание по делу экс-главы госфининспекции на неопределенный срок. А ведь сегодня утром должны были заслушать заявление нардепы Каплина о публичном рассмотрении дела Николая Гордиенко, раскрывшего несколько лет назад бюджетные схемы на тот момент премьера Арсения Яценюка. Все подробности расскажет Юлия Жешко. Судебная тяжба длится уже около двух месяцев. Бывший глава госфининспекции Николай Гордиенко заявляет, структура, которую он возглавлял, до сих пор существует, несмотря на то, что ее реорганизовали. Гордиенко совместно с нардепом Сергеем Каплиным провели собственное расследование и выяснили, что даже после ликвидации госфининспекции на официальном сайте новой аудиторской службы до сих пор есть должность заместителя главы фининспекции. А значит, утверждает Каплин, Гордиенко имеет полное право занять свое кресло. Отже, пан Гордиенко сегодня имеет полное право повернуться в свое рабочее кресло, в свой рабочий кабинет и продолжить работать, защищая государственный бюджет от, в частности, мафии Яценюка. Вот причина, почему сегодня суд так и не собрался. Вот причина черговой отпустки одного из членов коллегии. Но мы будем добиваться криминальных проведений. Мы будем добиваться поновленного расследования в этом суде. Напомним, несколько лет назад Николай Гордиенко разоблачил теневые схемы бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. О нарушении со стороны бывшего кабмина выявили почти 7 миллиардов гривен, после чего его отстранили от должности и возбудили против него уголовное дело. Гордиенко выиграл суды и добился восстановления в должности, после чего уголовное дело закрыли, а госфининспекцию якобы реорганизовали. Впрочем, дело против чиновника возобновили в мае этого года. Юлия Жешко, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.